Дорогие телезрители И Отец твой, ведущий тайное, воздаст тебе явно Какие удивительные слова Они взяты из Нагорной проповеди Я хочу с вами поделиться мыслями о молитве, о простоте молитвы Кто мог сказать лучше Иисуса? Никто Он нам говорит, ты же когда молишься Это означает, что молитва Это прежде всего дело личное, а потом уже коллективное Это личное дело, потому что речь идет об отношениях Об общении Даже о близости Об усиливающейся близости Качество которой повышается каждый раз, когда я вхожу в комнату для молитвы Как это написано в 6 главе 6 стихи Евангелия от Матфея Я хочу зачитать вам несколько цитат Билли Грэм сказал так В каждом дне 1 440 минут Неужели трудно найти всего 10 среди них, чтобы побыть с Невестным Отцом? Разве Бог не достоин лучших минут нашего дня? Это призыв великого мужа Божьего, известного во всем мире Другой человек заметил следующее Иисус молился кратко, когда был среди народа Немного длиннее с учениками И всю ночь, когда был один Многие служители сегодня поступают наоборот Нам нужно научиться молиться по примеру Иисуса Давайте вспомним, что это означает Войди в комнату твою — это первый этап Затворив дверь твою — это второй этап И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно Все подробности этого отрывка касаются нас Потому что здесь нет ничего лишнего Все, что говорит Иисус, имеет значение Войди в комнату твою Я вам зачитаю отрывки из Библии В которых говорится о близости с Господом Например, 26-й псалом, 4-й и 5-й стихи Одного просил я у Господа, того только ищу Чтобы пребывать мне в доме Господнем Во все дни моей жизни Подчеркиваю слова В доме Созерцать красоту Господню И посещать храм его Вот тут я подчеркиваю слово храм Ибо он укрыл бы меня в скинии своей Тут я подчеркиваю слово скиния В день бедствия скрыл бы меня В потаенном месте селения своего Вознес бы меня на скалу В этом отрывке разными словами Названа тайная комната Место, где я уединяюсь Где я приближаюсь к Господу Где я общаюсь с Господом Я нахожу особое место Отделенное, ценное для меня Святое, защищенное Куда я иду только для общения с Богом В 64-м псалме сказано Блажен, кого ты избрал и приблизил Чтобы он жил во дворах твоих Насытимся благами дома твоего Святого храма твоего Все эти слова указывают на тайную комнату Тайное место для общения с Господом У каждого должна быть тайная комната Выберите себе тайную комнату Приучите себя бывать в ней Полюбите проводить все время с Господом Может быть, в одно и то же время суток Чтобы быть с Богом Также этот текст С подробным описанием молитвы Говорит нам Затвори дверь твою Зачем об этом говорить? Мы ведь всегда закрываем дверь Но есть другие двери Двери разума Которые нужно закрыть Чтобы не отвлекаться Есть двери мыслей А мысли очень легко рассеиваются Вы, наверное, замечали, что Когда начинаешь молиться Приходят самые разные мысли Нужно сделать это Позвонить туда Устроить то Не забыть про это Все эти мысли нужно пленить В послушание Господу Иисусу Господь желает нам Помочь Духом Своим Закрыть дверь Чтобы быть в мире Чтобы обрести этот внутренний мир А это нелегко Иногда на это нужно время Но иногда мы торопимся Вбежать в свою комнату И, наконец-то, принести Богу Свои прошения Нужды и срочные дела Чтобы тут же уйти Но так мы проходим Мимо того Что Иисус хотел нам Показать в молитве Нужно войти в тайную комнату На это уходит время Нужно закрыть дверь На это тоже уходит время Обрести мир Освободиться от чувства вины Иногда, входя в тайную комнату Вы говорите Мне нужно больше молиться Нужно было почитать Вчера Библию Я этого не сделал Чувство вины Будет вас одолевать Тревожиться Беспокоиться Закройте эту дверь И сконцентрируйтесь на отце Он твой отец И он видит тебя Твой отец Видит тебя Успокаивает ли вас Взгляд отца Приносит ли его взгляд Уверенность Ободряет Укрепляет ли отец вас Своим взглядом Смотрит ли он на вас С одобрением Нравится ли вам То, что Бог Смотрит на вашу жизнь Вот еще что я вижу Во взгляде отца Отец тебя видит там Где ты есть Он видит твою мотивацию Он видит то, что в глубине нас Он видит каждый уголок Нашего дома Не только наших мыслей Но и нашего отношения Поведения А также наших проектов Всего, из чего состоит Наша жизнь Самых отдаленных Самых секретных комнат Господь все это видит И побуждает нас Осветить все эти места Включить свет во всех комнатах Тогда будет светлом Можно будет сделать там уборку Это важно Полезно И необходимо Кровь Иисуса Христа Очищает нас От всякого греха Говорит другая часть Библии Новый Завет Когда отец видит Оказывается Что он открывает нам Свой взгляд на ситуацию И часто я молюсь В надежде узнать Как Бог смотрит на ситуацию Которые я не понимаю Не контролирую Которых возможно Я боюсь Или которые держат меня В напряжении Мне нужно узнать Как отец смотрит На мою ситуацию Поэтому не торопитесь Заканчивать молитву Когда молишься Войди в комнату твою Не торопись Пусть Божий мир Наполнит тебя Пусть твое сердце Встретится с Богом И когда ты сможешь Слышать его голос Прими его волю Для своей жизни Его мнение Не только о твоей жизни Но и о ситуации Которая требует Ясности Понимания И мудрости Может быть Себе нужно Принять решение Пусть его мнение Будет Понятно В этой ситуации Чтобы вы могли Снова пойти Я мог снова пойти Выйдя из комнаты Пойти в этот мир С силой Которую дает отец И отец твой Видящий тайное Воздаст тебе явно Он нам также говорит Молясь Ты никогда не теряешь время Ты всегда будешь В выигрыше А не в проигрыше Молитва всегда будет Обогащать тебя А не обеднять Ты будешь счастлив Потому что отец Всегда тебе воздает Он всегда дает нам Больше, чем мы можем Дать ему Даже если я ему Отдаю свою жизнь Свою любовь Самого себя И все, что у меня есть Бог всегда дает больше Он нам воздает Он дает то, что тебе не хватает Чтобы служить Когда ты выйдешь Из тайной комнаты Где ты был со своим отцом Служить миру Который так в этом нуждается Друзья мои Матфея 6.6 Очень простой отрывок О молитве в простоте Вернуться к основам молитвы Войти в комнату Закрыть дверь Также дверь своего сердца Чтобы, как я говорил Не отвлекаться А сконцентрироваться На отце, который видит меня И воздает мне Он даст мне силу В течение дня Сделать то, что нужно Пусть Бог благословит нас На это время молитвы И пусть общение с Ним Будет качественным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok